Сообщения о группах смерти в социальных сетях разлетелись со скоростью света. Под подозрение попали сообщества с необычными названиями, образами животных, странными хэштегами и печальной музыкой, которые вовлекают детей в опасные игры и финалом должен стать суицид. Примерно десятая часть участников этих групп – подростки из Самары. В самарских школах панику не поднимают, но родители все же предупредили. Провели собрание, рассказывает мама первоклассницы Ольга Павлова. Это говорит только о том, что эта информация является достоверной, и лишний раз обратить внимание на то, чем увлекается ребенок, чем он занимается, какие у него хэштеги в соцсетях, какие он завел страницы, мне кажется, каждому будет не лишним. Организатора главной смертельной группы, с которой все и началось, студента Филиппа Будейкина по прозвищу Лис, уже задержали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в подстрекательстве к 15 суицидам, сообщает Следственный комитет. В социальных сетях мониторинг сообществ и видеороликов проводится каждый день. Так называемые группы смерти под пристальным вниманием правоохранительных органов. Роспотребнадзор и Роскомнадзор каждый год блокируют тысячи подозрительных страниц. Мы проводим ежедневный мониторинг социальных групп, конечно, видим, но к нам какие-либо заявления, обращения от родственников, либо от воспитателей, либо от других лиц о том, что их дети, возможно, стоят в данной группе, не поступало. По статистике, количество самоубийств среди подростков за последние полгода не выросло, а даже идет на спад. Но вот суицидальное настроение среди подростков – явление нередкое. Только за 16-й год на единый детский телефон доверия поступило 8 тысяч суицидальных звонков от детей и их обеспокоенных родителей. То есть это достаточно высокая цифра, и вы знаете, что Россия занимает одно из первых мест вообще по подростковым суицидам. Поэтому, конечно, нам всем взрослым надо быть очень внимательным к тому, что происходит с детьми. В группы смерти чаще всего вступают подростки, у которых недоверительные отношения с родителями. Психологи уверены – ажиотаж в интернете только усиливает напряжение между родителями и детьми и вредит их отношениям. Я думаю, что в данном случае это затаскивает взрослых родителей в такой истерический диалог с собственными детьми. И здесь еще есть очень важный момент – это тема – любовь и смерть. В этом возрасте она очень тревожна, а родители на эту тему разговаривать не очень умеют. Родителям советуют быть внимательными, следить за настроением ребенка, интересоваться его жизнью и увлечениями. Остановить смертоносные манипуляции с детьми можно только совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранительных органов.